Русские, приехавшие поднимать Крым после Второй мировой, оказались полностью беспомощными перед проблемами, которые на них свалились. Разруха на полуострове была особенно сильной. Население уменьшилось вдвое. Чтобы восстановить в Крыму жизнь, на полуостров отправляют тысячи граждан из других регионов СССР и в основном из России. Их заманивают сюда обещанием курортных условий, теплого климата, моря и вина. Реальность оказывается несколько иной. Колонистов селят в заброшенные хижины депортированных татар, забывая предупредить о засушливом климате. Выясняется, что в таких условиях невозможно выращивать привычные для северян зерновые культуры. Особенно остро чувствовался дефицит воды. Ведь в Крыму дожди – это редкость, и практически нет полноводных рек. Крымские татары решали эту проблему искусно строя колодцы. Колонисты из России же не имели навыков добычи воды в незнакомых для них природных условиях, а научить их было некому, так как всех татар к тому времени выселили. Иногда приходилось даже просить вышестоящее руководство прислать хотя бы одного татарина, чтобы тот показал, как добывать воду. Вместо восстановления полуострова русские поселенцы еще более усугубили и без того плачевное состояние Крыма. Экономика, а особенно сельское хозяйство, пришла в полный упадок. Некогда плодородные земли превратились в депрессивный регион. Информация об этом стала поступать в Москву. Зять Никиты Хрущева, журналист Алексей Аджубей, вспоминал, что когда о положении дел в Крыму узнал первый секретарь, он самолично, без предупреждения, вскоре отправился в Крым для проверки ситуации на месте. Больше всего Никиту Сергеевича поразили и расстроили толпы переселенцев, не весь коим образом прослышавших о его поездке. Молчаливая серая масса людей перегораживала дорогу и также молчаливо, не расступаясь, ждала, пока машины остановятся. Люди тягостно долго не начинали разговор, давая возможность Хрущеву заговорить первым. Потом из толпы раздавался один вопрос, второй, третий, о еде, жилье, помощи. Переселенцы в основном приехали из России, с Волги, из северных русских областей. Это я сейчас пишу, приехали. А они кричали, нас пригнали. Привычный стон людей, отчаявшихся обрести надежную судьбу. Из толпы раздавались и вовсе истерические выкрики. Картошка здесь не растет, капуста вянет. Или вдруг совсем печальная. Клопы заели. Чего же ехали, спрашивал Хрущев. И толпа выдыхала. Обманули. После таких встреч в машине наступала тяжелая тишина. Маленков и Хрущев отводили глаза друг от друга, боясь возможной ссоры. Я чувствовал, что Хрущев кипит во гневе и вот-вот сорвется. Но он либо успокаивался, либо хитрил. Прятал гнев в себе. Копил на будущее. Вечером того же дня, когда москвичи выбирали место для ночлега, Никита Сергеевич заметил недалеко от шоссе небольшой военный аэродром и приказал свернуть к нему. Здесь он обнаружил старенький самолет «Дуглас». Узнав, что аппарат еще и работает, Хрущев бросает свиту и летит в Киев. Спустя несколько часов, рассказывает Аджубей, они уже были на месте. Столица Украины радостно встретила высокого гостя под непрерывные крики приветствий. Помню, у машины, на которой должны были ехать гости, оторвали дверцу. Уже поздним вечером в Мариинском дворце собрались киевские руководители. Обед шел весело и шумно. Тост исследовали один за другим. Хрущев все возвращался к своей поездке в Крым и уговаривал украинцев помочь возрождению земли. Там южане нужны, кто любит садочки, кукурузу, а не картошку. Сетовал он. Скорее всего, уже тогда, во время той поездки, Хрущев задумал передачу Крыма Украине. А иначе полуостров превратился бы в настоящую пустыню. Украина все-таки была тогда житницей Союза. На нее и возложили задачу поднимать депрессивный регион. В течение нескольких лет на полуостров приехали десятки тысяч добровольцев из южных областей. И уже спустя два года после передачи Крыма Украине добыча железной руды на полуострове выросла на 36%, производство электроэнергии на 57%, вина на 104%. Постепенно ожило животноводство. Расцвели виноградники и сады. Кстати, еще одним экономическим поводом передачи полуострова было строительство Северокрымского канала и орошение степных районов Северного Крыма. Этим процессом проще было управлять из Киева, откуда поставлялись все материалы. Официальным поводом для присоединения провозглашалась 300-летняя годовщина Переяславской Рады, как якобы символа Союза двух братских народов – украинцев и русских. Символа, конечно же, по версии русских и советских историков. На самом деле никакого Союза так называемых братских народов не было. Украинцы воевали с русскими и до, и после Переяславской Рады. Это очень интересная тема, видео о которой уже готовится в редакции нашего канала. Помимо социально-экономических моментов, существует также версия, что Крым стал полигоном для внутрипартийной борьбы. Тогдашний член Центрального комитета КПСС Дмитрий Шипилов в своих воспоминаниях даже обвинял Хрущева в заигрывании перед Украиной. Но идею передачи полуострова поддержали практически все, за исключением первого заместителя председателя Совета Министров СССР Вячеслава Молотова. Спустя несколько лет именно Молотов возглавит группировку, неудачно пытавшуюся сместить Хрущева с должности главы СССР. Но так или иначе, ничто не отменяет того факта, что с Украиной Крым действительно расцвел, став настоящей жемчужиной. Некоторые, особенно в России, порой пытаются это оспорить, говоря, что, мол, возрождение Крыма было общим делом всего Советского Союза и никакой отдельной заслуги Украины в этом нет. Подобным товарищам стоит напомнить, что в СССР общее означало ничье. И попытка всесоюзного восстановления Крыма сразу же после войны была бездарно провалена, причем в основном по вине поселенцев, приехавших из России. Сам ход исторических событий показывает, что без Украины и украинцев Крым существовать не может. Сегодняшнее положение полуострова под бездарным контролем России тому прекрасное подтверждение. А все потому, что Крыму не нужны русские. Крыму нужны украинцы. Указом Президии Верховной Ради Союза РСР Крымску область передано и складу Российской Федерации до складу Украинской Равянской Социалистической Республики. Почуттям глубокого задоволения зустрели трудящий цей исторический документ. Повнизу Сенферополя будуется великое водойниче. Штучное озеро простянется на 5 километров. Сгодом тут будет споручена гидроэлектростанция. Високов в горах распинулись цвани колгоспу имени Сталина. Колгоспному саду уже начались весняні работы. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Всем добра и здоровья! Продолжение следует...